Девушки отдыхают Для автомобиля Или 180 килограмм шерсти Вот у тебя варежки Ты думаешь, они из шерсти, да? Да Нет, елка Замерзли, рычанки Или вот мой шарф Тоже из елки? Нет, сосна И вообще лес, он все человечество обогревает Сегодня вот так с девушкой не познакомишься В 21 веке сама загадка звучит по-другому Вот как вы думаете, что нужно для производства вот этой плазмы? Или моего пиджака Или студийной камеры Время меняет и сам правильный ответ Сегодня все эти вещи в основном делаются из полимерного сырья В последние годы в нашей стране сформировалась целая нефтегазохимическая провинция Три региона в Западной Сибири Ямало-Ненецкие и Ханты-Мансийские автономные округа И объединяющая их Тюменская область Усилиями Сибура здесь создан комплекс производств Начиная от сбора сырья и кончая выпуском продукции высокого передела К примеру, полипропилен, из которого делают многие привычные в быту вещи От подгузников до искусственного газона Сибур на входе, не владея никакими ресурсами в земле, покупает побочные продукты нефтяной и газовой добычи Которые по определению, скорее всего, находятся там, где газ и нефть добываются При этом эти продукты, это для нефти попутный нефтяной газ, а для газа, так называемая широкая фракция легких углодородов Они чем характеризуются? Что они в местах добычи появляются Они должны быть отделены от основного сырья, то есть от газа и нефти Утилизация попутного нефтяного газа приносит пользу не только нефтехимикам и их потребителям Нефтяные компании от его продажи получают дополнительную прибыль А ведь еще лет 10 назад большая часть ПНГ попросту сжигалась Для расширения приема ПНГ Сибур модернизировал старые и построил новые газоперерабатывающие заводы на севере-западной Сибири Сегодня у компании в регионе 7 газоперерабатывающих заводов А объем переработки ПНГ за 10 лет увеличился в два раза С 10 миллиардов кубических метров в 2003 году до 20 в текущем Доля ПНГ в нашем входящем сырьевом балансе, она была все время доминирующей На сегодня составляет, наверное, порядка 70% от общего Если посмотреть на Сибур образца от 2014 и Сибура, например, образца 2018 года То мы видим примерно на 50% увеличение общего объема сырья, который мы контрактуем и приобретаем И в основном этот рост будет идти именно от поставок от газовых компаний Газ на Ямале добывают не первый десяток лет Сегодня газовые компании вынуждены идти в более глубокие, а значит и более сложные с точки зрения геологии залежи Новый ямальский газ жирный, с большой примесью нефтехимических фракций Газодобытчики, прежде всего, Новотек, вынуждены очищать его от примесей Сибур приобретает эти примеси, по сути, побочный продукт газодобычи и использует их для своих нужд Однако сырье необходимо доставить к месту переработки Ближайшая сибурская площадка находится в Тобольске, в тысячи километров на юг от основных регионов добычи Изначально компания использовала для транспортировки нефтехимического сырья железную дорогу Но ее мощности со временем достигли предела Как и устарел продуктопровод, действовавший на одном из участков между северными регионами и Тобольском Сибур объединил газоперерабатывающие заводы сетью трубопроводов И соединил их с Тобольском новым уникальным продуктопроводом длиною 1100 километров Пропускная способность продуктопровода на отдельных участках достигает 8 миллионов тонн в год Он оборудован автоматической системой безопасности, самостоятельно проверяющей цельность трубы Сейчас на последнем участке продуктопровода ведутся пусконаладочные работы Об этом руководство Сибура доложило президенту России в рамках выездного заседания президентской комиссии под ТЭК Прошедшего в начале лета в Астрахани Сибуру за достаточно короткий срок создал первый в истории современной России магистральный шифлоупровод Он создавался усилиями исключительно отечественных проектировщиков, отечественных строителей На всем протяжении трассы, а это более 1100 километров, нами использовались отечественные трубы 168 тысяч тонн Общий объем инвестиций превысил 63 миллиарда рублей В результате единой трубопроводной системой связаны практически все газоперерабатывающие мощности Ямала и Югры Здорово, молодцы, вас поздравляю Одновременно с этим в Тобольске Сибур планомерно увеличивал мощности по переработке Если в начале этапа капвложений в 2007 году на Тобольск нефтехимия перерабатывалась всего 2,5 миллиона тонн шифлоу в год То в 2011 мощность переработки выросла до без малого 4 миллионов тонн в год Этим летом Сибур в Тобольске запустил в работу вторую газофракционирующую установку Теперь компания может перерабатывать свыше 6,5 миллионов тонн шифлоу в год В последнее расширение газофракционирования в Тобольске Сибур вложил 14 миллиардов рублей Пропан, бутан, изобутан, пентан Вот далеко не все, что можно извлечь из шифлоу Все эти газы сырье для полимерных производств Так, рядом с Тобольск нефтехимом прошлой осенью заработало новое производство Тобольск полимер В его создание Сибур вложил свыше 60 миллиардов рублей Здесь из нефтехимических полуфабрикатов производят полипропилен 500 тысяч тонн в год Реализацию проекта нефтехимического кластера в Тюменской области активно поддерживает правительство региона В социально-экономическом плане это рабочие места Это серьезные налоговые отчисления И плюс к тому это мультипликативный эффект О котором мы только что говорили Что за ними могут прийти еще новые предприятия И один работающий на заводе Даст возможность еще как минимум Создать 4-5 рабочих мест в смежных отраслях Это тоже очень важно Потому что мы, как правило, иногда считаем только прямой эффект Мультипликативный эффект Он иногда бывает даже мощнее основного эффекта Тюменские власти на базе Тобольской площадки Планируют создать целый кластер передела нефтехимической продукции И готовы всецело помогать малым и средним предприятиям Выделять землю, сокращать сроки подключения к сетям Предоставлять налоговые льготы В общем, максимально привлечь сюда переработчиков полимеров Выпускающих широкий спектр отечественных товаров От элементарной продукции, например, пластиковых тазиков До продвинутых изделий из пластмассы Для автопрома и других технологичных отраслей В конечном итоге На российском рынке полимерной продукции Будет происходить качественное импортозамещение В сегменте высокого передела Среди товаров конечного пользования Которые производятся из российского сырья в России Они импортируются из-за рубежа